Улучшение качества воды и устранение неприятного запаха, пожалуй, одни из главных целей градоначальников. В железнодорожном районе проводится крупная модернизация очистных сооружений. В работе используется новое высокотехнологическое автоматизированное оборудование и современные материалы, чтобы устранить неприятный аромат. Мы видим, что в данном случае у нас все детали, которые использованы, у нас из некоррозионных материалов. Видим, что все мостики – это все нержавейка. У нас все скребковые механизмы, они или из пластика, или из нержавейки. У нас все аэраторы – это мембранные аэраторы современного типа, которые будут применяться в аэротенках. У нас с вами стоят воздуходувные агрегаты. В каждом резервуаре будут собираться промежуточные данные по качеству очистки сточных вод. В режиме онлайн все данные будут передаваться в систему Росприроднадзора. На данном этапе подрядчики монтируют металлоконструкции, разводящие трубопроводы. Завершается монтаж оборудования в ямкостных сооружениях. Следующим этапом будет монтаж автоматизации системы. Занимаемся реконструкцией в плане восстановления железобетонных конструкций, правокладкой технологических трубопроводов, монтажу технологического оборудования, такого как скребки, скребковые механизмы, система аэрации, замена щитовых затворов, реконструкция водоходувной станции, которая уже сейчас смонтирована. На объекте трудятся 90 человек. Реконструкция очистных проводится по нацпроекту «Экология». Закончить работы на первой очереди планируют уже в декабре этого года, а окончание всех работ намечено на 2024 год. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.